Ребята, всем привет! С вами Александр и Свершилось Чудо! Ну, не чудо, которое мы ждали, да, у нас довольно быстро появился новый водный гибрид. Это Даказавр и Псифодерма, да, по слиянию Псифодерма. Ну, в общем-то, как я и говорил, вы эту, в принципе, серию увидели. И как раз вот мы сейчас, наверное, и приступим. Смотрите, также у нас 27 дней побеждать в сражениях и заполнять ошкалу, чтобы получить право принять участие в событии и выиграть уникальных животных. А ну, какая, а где шкала эта? Где эта шкала? Вот эта шкала, понятно. Блин, придется участвовать, что поделаешь. 28, 28 турнирчиков. Ну, что, сделаем, сделаем. Только это обычный получается, это та же самая битва Титана. А, ну, Мазазавра можно получить. Стоит поучаствовать, да? Эм, так, птичка. Птичка Додо. О, выполнилось все, отлично. Ура! А, это вот это, блин. Птичка с яйцами. Оно же у меня уже такое есть. Прикольно. Приз получен, да. Но мы можем продолжать делать вызов. Ладно, может мы еще к этому вернемся. Давайте соберем еду. Соберем наш набор. Пойдем создавать, конечно же, гибридов. Я не забыл, все у нас по плану. Так. Сразу восстановим. Восстановим. Так, подожди, что куда это хотел? Куда-то я хотел зайти еще. Что-то я еще хотел сделать. Вот наш Даказаврище. Давайте читаем про Даказавра. Так. Название Даказавр означает Кусающий ящер. Даки. То есть утка это кусающий. Связано с крупными пилообразными зубами этого зверя. У некоторых акул вообще зубы есть, как елочка. Большинство морских крокодилов питались в основном рыбой. Настроение черепа и челюстей Даказавра указывает на то, что этот хищник охотился на добычу крупнее. Ну что-то он вообще как бы изображен тут на крокодила не похож. Но это же он у нас, да? Нет, он Геозавр, родственник Метриалонга. Но Даказавр тоже у нас крокодильчик. Крокодиломорф какой-то, да? Правда, большая часть времени в море крокодилоподобный, ну то бишь крокодиломорф Даказавр отрастил ласты и хвостовой плавник. Прикольный крокодильчик. Достигая 4,5 метра в длину, Даказавр в два раза превышает рост Шакила Нила. Но Шакила Нила это да, такой баскетболист здоровенный. Так, вернись обратно. Так, давайте прогуляемся по Даказаврам. Вот такой вот у нас Даказавр. Супер редкий первый уровень, десятый уровень, двадцатый уровень появилась, раскраска, тридцатый уровень чуть вырос. Не, не вырос гребень. Гребень был всегда. И вот сороковый уровень. В общем-то, он изменился очень мало. Да, гребень с таким вот, с дыркой такой вот появился. Ну и давайте сейчас заглянем в Псифодерма. Тоже про нее прочитаем. Так, где ты? Плоская псевдочерепаха. Вот она. Так, у меня хоть она есть, сороковая? Есть. Так, давайте покажем на десятый уровень. Так, двести сорок два на тридцать два. Вот десятый уровень, двадцатый уровень, тридцатый уровень и сороковый уровень. Сами понимаете, да? Вот это они сами по себе особо не полезны. Ну и какой из них гибрид? Означает галечная кожа. Ну, в смысле, такая вот в кусочке, да? Это существо получило название благодаря поверхности своего панциря, похожего на гальку. Псифодерма питается главным образом раковинными моллюсками и имеет клювоподобный рот, позволяющий ей хватать добычу. из щелей между камнями. Псифодерма похожа на черепаху с длинным хвостом и имеет сегментированный панцирь, как у медчих хвоста. Типа, ну там, задняя часть у нее отдельно, да, я так понимаю? Ну да, вот, да, вот. Псифодерма довольно маленькая по сравнению с другими плакодонтами и может вырастать всего лишь до 1,7 метра. То есть, ну это не черепаха. Вот так. Куда вы все бежите? Меня подождите. Так. Ну что? Гибрид? Вот такой вот гибрид. Отлично. Слияние. Вау! Ну, выглядит прикольно. В принципе, да, из всяких суперредких стоит делать гибридов, чтобы они по силе приблизились к легендарным. Ну, были, по крайней мере. Ну вот, прошлый гибрид с черепахой тоже выглядит очень лептостега. Выглядит очень классно. Лептоклейды, протостега, у нас тоже шоу. Подождите. Неужели два гибрида с одной и той же черепахой? Я думал, да, все-таки может Архелона возьмут, но я даже и предположить не мог, что могли два одинаковых дракодерма. Вот так вот называется поместить. Блин, смотри, опять кто-то убегает. Так, а ну-ка, давайте сейчас мы секундочку где-то нашу лептостегу найдем. Так, вот наш прошлый гибрид броней и кальмарами, лептостега означает тонкий покров, панцирь покрывает шипами, которые пугают хищников. Так, а как увидеть, подожди, из чего ты состоишь? Так, возьмем-ка, найдем лептоклейдов. Вот лептоклейд мой. Гибрид. А, протостега, все, блин, все правильно. Ух, не одинаковые черепахи. Отлично. Не одинаковые. Так, тогда давайте смотрим еще на этого гибрида, ну, сорокового уровня. Вот такие вот, две сто на тысячу триста. Ну, блин, я сейчас, конечно, не создам этого нашего нового гибрида, но давайте на него хоть так поглазеем. Ух ты, булава, как будто бы, знаете, как будто я какой-то анкитрозавр подводный. Очень похоже на трики, на три казавра из Жуас Кволды Лайфа, только подводного. Так, ну что, давай, кушай. Он тоже, походу, не особо больших размеров. Ну, потому что, ну, по пропорции с рыбой ребёха очень большая. относительно задание выполнено. Чудесно. Давайте, подпочитаем. Название дракодаром означает кусачая кожа, да? Что отлично подходит этому колючему существу. Так, а сколько ты будешь стоить? лептостега стоит у нас 24 тысячи, а эта штука стоит 28 тысяч. Так, ну, одного я куплю, конечно же. И она по силе ничем не отличается, как бы, ребята, ну, если у вас не хватает пещерного, то, конечно, берите дракодерма, если вам пещерный не надо, то качайте лептостегу, потому что она дешевле на 4 косаря. Так, делаем вот так. Давай, давай. Так, сейчас запоминаем 500 на 400, то есть это у нас кофе акадон, да, очень большой укус относительно здоровья. и идем на подводную арену, потому что нам тут ничего не светит в обычных боях. Так. Вот они мои любимые родные. Так, вот так, вот так, вот так. Погнали. Ого! Блин, не сбалансировано взял по урону, архелон здесь же втрое, это по здоровью крупнее. Четыре... Блин, ну тут против нас очень крепкие противники попались. У них у всех втрое больше жизни, чем у меня. Черт, блин, за два удара я бы, конечно, был круто. он меня просто легко сейчас загрязет. Так, ну мы тут сольемся, тут шансов как бы нет у противника довольно сильная команда. Кстати, выбрана очень правильно, как бы у меня гуфиозаврик у него там есть. это круто. Поставил один, да, надо было вообще не ставить. На мне сейчас подменюсь на архелона, который слабый. Да. Проходится лишние баллы тратить. Раз, два, три. Печально, конечно. Резона так тяжело пробивает. Ну и за... Блин, ну подбор противника нас тут подвел, потому что у меня один архелон, а у него, блин, три таких противника, как у меня архелон. Ну, как бы вот этого-то я пробью, а дальше-то что? А дальше шансов нет, потому что бакулит против нас силен. Ну, гауфика мы с собой забрали. Ну, вот у него один бакулит, да, такой, как моих два было. А что это он такое сделал? Ну, я его не мог пробить за три. А может, ты мог, конечно, кто его знает. но теперь я точно пробью. Блин, я победил. Вообще, как бы, расклады были такие. Да, за три я его не пробил, но я все правильно сделал. а вот за пять изи-бизи. Блин, что-то такое странное вымочил. Почему он не протоковал на три балла, а не на четыре, я не догадываюсь. Везет тому, кто везет, как говорится, а это круто. Мауизавр. Давай. Ээээ, как-то странно, рулетка крутилась, прям заглючила ее. Так, давайте тогда качаем на 20-й левел. Где ты, где ты, наш гибрид. Так, он, по-моему, был. Вот. Тогда делаем эволюцию. Так, надо сейчас собеседников себе выбрать правильно, чтобы не было дисбаланса по силе. Так, 700, 800, 900 на 700, по факту. Так, ну вот, появились уже какие-то краски, это радует. Дракодерма наша. Ну, 700 силы удара, идем, идем воевать. Кстати, гиросфера, да, с дадошкой мне понравилась, я бы сейчас играл. так, так, атака у нас будет чертовски сильна, так, кайбекиа, подождите, вот я уже где-то прокрутил, получается, вот мы где. Так, а как мы будем идти? поверхность, поверхность, вот так вот, получается, идти нужно. Да. Так, только нужно взять их послабее, конечно же. Вот где-то здесь буду брать. так, а там пойдет кто-то такой. Думаю, сойдет. 500, 500, 400. так, 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 так. Что, будь кайбекиа, да, там у него идут кайбекиа и плеозаврик, плеозаврик. Так, а, нехорошо получается, меня пробивает. неаккуратненько, ну, у меня специально блеозавр стоит, потому что он слабый по удару. Так, то есть, ну, мне придется просто сразу же сливать нашего гибрида, это противночки нам попались не очень удачные. Ну, красиво выглядит мне, что лептостига нравится по внешнему виду, что вот этот гибрид мне нравится. Выглядит хорошо, но единственное, что он, конечно, по силе не слабоват. Такие красивые гибриды должны быть сильнее. Они должны быть в топе. В топе по силе. Там рядом с мазазавром. Ну, в смысле, тут плеозавром. Три пробил, раз, два. Ну, что, побеждаем? кайвеки, олахнеское чудовище и плезиозаврик. Ну, как бы по барабану мы его зарегиваем, пусть он хоть и все, все четыре в защиту поставит. Давай, ужас, тус! Ах, красивый стоп-кадр получился. Крутись, вертись, супер-приз нам попадись. Ребят, давайте в комментариях напишем, у кого есть какая поговорка, заклиналка, ворожилка на рулетку. Что нужно поговаривать, чтобы вам выпал хороший приз. Будет интересно. Самое интересное предложение я в одном из следующих видео подберу и вставлю. Так что, давайте ваши предложения. А на этом я с вами прощаюсь, ребятки. в общем-то всем пока и до скорых встреч. Да, хвост у него как у псеводермы. Очень прикольно.